Здравствуйте! В эфире программа «Крупным планом» и я, ее ведущая, Олеся Хитагурова. И сегодня у нас в гостях заместитель главного врача по медицинской части Магаданского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Алексеевна Дамерт. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня тема у нас с вами будет профилактика и борьба со СПИД, с ВИЧ-инфекцией. Я знаю, что 682 человека сейчас в Магадане проживают с диагнозом ВИЧ. Расскажите, страшная ли эта цифра, например, по сравнению с Россией, да? И как вы являете вы ее? На сегодняшний день у нас зарегистрирована ВИЧ-инфекция на всех административных территориях Магаданской области. Цифра, которую вы озвучили, конечно, по пораженности населения, она ниже общероссийской. Всего в Российской Федерации выявлено более миллиона трехсот ВИЧ-инфицированных граждан. Это за весь период наблюдения, и некоторые из них уже умерли. Более трехсот тысяч уже умерло от ВИЧ-инфекции. Поэтому мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция у нас распространена в Магаданской области. Она есть, она не миновала нас. И на сегодняшний день мы стараемся максимально выявить ВИЧ-инфицированных для того, чтобы своевременно начать их наблюдение, обследование, лечение и минимизировать передачу дальнейшей ВИЧ-инфекции. Насколько люди активно идут проверять свое здоровье? Люди активно идут проверять свое здоровье. Магаданская область является лидером по тестированию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. У нас тестируется ежегодно более 30% населения. И нас всегда российский Минздрав отмечает, что у нас очень высокий уровень тестирования. В среднем по России он составляет 23-24%. Это средний показатель. Есть регионы, в которых тестирование 12-15%. На таком уровне у нас более 30%. Это на протяжении уже последних 5 лет. Как вы думаете, почему в России не так активно уделяют внимание своему здоровью люди? Это связано как-то с занятостью, может быть, с территориальным расположением регионов или с чем? Ну, вероятно, связано с большей плотностью населения. Все-таки большая плотность населения способствует тому, что люди выпадают из наблюдения медицинского. Они работают, мигрируют в разные регионы. У нас регион более закрытый. Здесь постоянно проживают жители Магаданской области. Есть у нас, конечно, мигранты-приезжие, которых мы тоже обследуем. Как иностранных граждан, так и внутренних мигрантов. И тоже ежегодно выявляем у них ВИЧ-инфекцию. Кстати, за последнее время, по-моему, у одного приезжего была выявлена ВИЧ-инфекция, да? Или СПИД? У одного приезжего это с другой территории Российской Федерации. То есть из другого региона? Из другого региона. А у нас есть еще иностранные граждане, которых мы тестируем порядка более 7 тысяч в год. И ежегодно мы выявляем до 10 случаев ВИЧ-инфекции у иностранных граждан. Такие граждане, они подлежат депортации, они уезжают с территории Российской Федерации, поскольку таков закон. За 4 месяца этого года 15 новых случаев. Вот это страшная цифра или нет? Это средняя цифра за последние 5 лет. С 2014 года мы отмечаем стойкое, не очень большое, но стойкое снижение выявляемости ВИЧ-инфекции. Снижаются темпы роста ее. Но если по сравнению с прошлым годом брать, то у нас выявлено было 45 жителей Магаданской области с ВИЧ-инфекцией. Если говорить сегодня о 15 за 4 месяца, то это практически те же темпы. Вы сказали, что во всех районах Магаданской области есть ВИЧ-инфицированные или с диагнозом СПИД. Где больше всего их? Больше всего, конечно, в городе Магадан. Потому что плотность населения. Да, плотность населения большая. Большая обращаемость за медицинскую помощь в медицинской организации. У нас, по нашим стандартам, при многих заболеваниях человек при обращении тестируется на ВИЧ. Это и беременные женщины, это люди, идущие на оперативное лечение, на различные виды обследования, на то, чтобы получить помощь в центральных районах высокотехнологичную, если уезжают. Все они обследуются на ВИЧ-инфекцию. И, конечно, больший охват населения тестирования предполагает большую выявляемость. А возраст какой? Ну, возраст у нас, наибольшая выявляемость, это в возрасте от 30 до 49 лет. То есть это трудоспособный, активный возраст, больше контактирующий, да, поэтому, в общем-то, в этом возрасте и выявляется. Больше обращающийся в учреждение здравоохранения. Тем не менее, когда мы видим рекламу, по тому же телевизору, да, о борьбе со спиц, ВИЧ, призывают молодежь активно участвовать в профилактических мероприятиях, сдавать кровь, выявлять. Как с молодежью дела? Ну, в последнее время у нас не выявлено ни одного случая у подростков. Это хорошо. За сколько лет? Ну, за последние 5 лет ни одного случая у подростков, до 18 лет не было выявлено. У нас отсутствует инфицирование детей от ВИЧ-инфицированных матерей, поскольку проходится большая профилактика в этом направлении. Мы говорим только о лицах старше 20 лет, где выявляется ВИЧ-инфекция. Заговорили о беременных женщинах, о том, что ведется профилактика заболеваемости от матери к ребенку, передача заболевания. Расскажите, как эта профилактика проходит, что нужно делать беременной женщине, например, если, не дай бог, у нее есть вот этот диагноз? Ну, очень большой проблемой является ВИЧ-инфекция у беременных женщин, поскольку один из путей передачи ВИЧ-инфекции – это от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. Проводится большая работа по выявляемости ВИЧ-инфицированных беременных женщин. У нас ежегодно женщины выявляются во время беременности ВИЧ-инфицированные. В прошлом году было три женщины выявлены впервые во время беременности. В 2017 году четыре. Для чего это делается? Для того, чтобы своевременно предпринять мероприятия по предотвращению передачи ВИЧ-матери-ребенку. Существуют три этапа химиопрофилактики беременной женщины. И на сегодняшний день они успешно работают. И мы являемся одной из страной лидеров по предотвращению перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции. Какие? Можете рассказать эти этапы? Ну, наблюдение беременной женщины, конечно, в женской консультации. Это комплексная проблема. Женщина наблюдается как специалистами Центра СПИД, так и в учреждениях родовоспоможения. Мы совместную работу осуществляем по ее своевременному обследованию. Назначается и определенная терапия, которую она получает как во время беременности, так и во время процесса родов. И ребенок получает в послеродовом периоде профилактику, химиопрофилактику. Это препараты определенные. И на сегодняшний день у нас в Российской Федерации снизилась передача ВИЧ от матери и ребенка до полутора процентов. Это успешный международный опыт. На территории Магаданской области у нас с 2012 года не регистрируются ВИЧ-инфицированные новорожденные. В прошлом году у нас родили 7 женщин ВИЧ-инфицированных, позапрошлом 11. И все дети на сегодняшний день здоровы. А те женщины, у которых выявляют диагноз ВИЧ-спид во время беременности, скажите, они из неблагополучных семей или это не зависит от этого? На сегодняшний день мы говорим, что ВИЧ-инфекция вышла из уязвимых групп населения. И она поражает людей разного социального уровня. Как правило, это женщины благополучные. В том-то и дело. Мы выявляем у них ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях для того, чтобы подкринять все мероприятия по сохранению здоровья матери и ребенку. И прежде всего хочется сказать о том, что путь передачи-то половой. Если мы раньше говорили о том, что преобладает парентеральный, то через употребление внутривенных наркотиков, то сейчас путь передачи основной в стране и у нас на территории Магазанской области – это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Давайте еще поговорим о других путях передачи. Понятно, что об этом говорили не раз. Уже десятки лет говорят о том, как защитить себя, что нужно делать. Но тем не менее, давайте еще раз. Как можно заразиться СПИД ВИЧ? ВИЧ-инфекцией можно заразиться только тремя путями. Это при употреблении внутривенных наркотиков, то есть парентеральный по медицински путь передачи непосредственно в кровь. Это при половом пути и от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. Три пути от этого стоит и отталкиваться. Если я не употребляю внутривенные наркотики, если я веду здоровый образ жизни, если я не практикую незащищенный секс, то я не могу заболеть ВИЧ-инфекцией. Здесь все зависит от человека. Профилактировать ее достаточно легко. ВИЧ-инфекция не летает при рукопожатии, при объятиях, при поцелуях, при пользовании бассейном. А сейчас многие боялись заразиться, например, у врача. Помните, вот все время слухи ходили, что... У врача каким путем? Например, у стоматолога. Например, где-то, где делают тебе уколы. Разное бывало. Говорили о том, что вот можно даже у медиков. Теоретически, конечно, можно, если используются нестерильные инструментарии, и мы об этом говорим при потреблении внутривенных наркотиков, когда они пользуются общим инструментарием, да, используют общий шприц, и кровь одного человека попадает в кровь другого человека. Для того, чтобы минимизировать медицинское среде, при оказании медицинских услуг у нас существуют определенные нормы, санитарные правила, одноразовые инструментарии, на которых перешли уже много лет назад. И этот путь минимизирован. За последние очень много лет в стране нет случаев ВИЧ-инфицирования при оказании медицинской помощи. Этот путь минимизирован. Существуют банки донорской крови, когда карантинизация донорской крови, которая проверяется неоднократно, проверяется в начале при сдаче, и потом после карантинизации. И только тогда уже переливается человеку. То есть предпринимаются все меры по минимизации передачи ВИЧ-инфекции при оказании медицинской помощи. Ну и эти меры, естественно, дают результаты. Они работают. Они дают большие результаты. Поговорим с вами о лечении. Понятно, что в последние годы очень активно вся научная среда работает над созданием лекарств от этих диагнозов, от этих заболеваний. Вот расскажите, какие шаги к успеху сделаны? На сегодняшний день очень большое количество препаратов существует для терапии ВИЧ-инфекции. Мы говорим сейчас о ВИЧ-инфекции как о заболевании хроническом, которое благодаря разработке новых препаратов вышло из группы фатально-смертельных заболеваний. Теперь это просто хроническое заболевание. Человек, получающий терапию от ВИЧ-инфекции, он становится, первое, не опасным для окружающих. То есть у него подавляется вирус в организме. Он не распространяется, не распространяет дальнейшую инфекцию. И здесь терапия работает как профилактика. Во-вторых, у него, конечно, не происходит снижение иммунной системы, не происходит в организме. И он живет полноценной жизнью, качественной жизнью, он работает, может иметь здоровых детей, заниматься спортом, ну и всем тем, чем занимается здоровый человек. И продолжительность жизни таких людей не меньше, чем людей с другими заболеваниями или здоровых людей. То есть если раньше это было клеймо, то сейчас ты обычный человек. Да, сейчас мы говорим о том, что мы даем терапию для подавления вируса в организме. К сожалению, не придумано лекарство полностью, полного излечения ВИЧ-инфекции. Но контролировать ее благодаря антиретровирусной терапии мы можем, чем мы занимаемся. И на сегодняшний день у нас высокий охват антиретровирусной терапии. Порядка 60% пациентов получают антиретровирусную терапию. И задача стоит, как и в Магаданской области, так и во всей Российской Федерации, увеличивать охват этой терапии для того, чтобы люди полноценно жили, для того, чтобы не распространялась в дальнейшем ВИЧ-инфекция. И качество жизни таких пациентов было очень высокое. Давайте теперь поговорим о профилактике. Проходит множество мероприятий. Это и 1 декабря, и сейчас, в мае, будет мероприятие. Расскажите о них. Кто привлекается? Кто может поучаствовать? Где? Как? Ну, на территории Магаданской области у нас ежегодно проходят профилактические мероприятия, посвященные проблеме ВИЧ-инфекции. Это и две широкомасштабные кампании, которые традиционно проходят в мае, и в декабре, когда у нас день борьбы со СПИДом, 1 декабря. И в этих мероприятиях в прошлом году приняло участие более 10 тысяч человек. Было проведено более 300 различных акций, флешмобов, конференций, диспутов. Были ролики маршрутных такси на экранах больших города. Мы выходили в образовательные организации, в трудовые коллективы. Был большой семинар проведен, посвященный дискриминации ВИЧ-инфекции. И назывался он «Узнайно об этом на работе» в рамках международной охраны труда, где принимали участие работники отдела кадров, работники по охране труда крупных предприятий. То есть широкая просветительская работа ведется ежегодно. В компании, которую я назвала в мае, в декабре, она более активно ведется. С нами работают волонтеры, работают социально ориентированные некоммерческие организации. На улице, если вы видели, раздаются памятки, листовки. Мы листовки подготавливаем для мигрантов, для людей, вступающих в брак, для лиц, употребляющих инъекционные наркотики, для молодежи. В рамках этих акций проводится еще и тестирование. А сейчас, в ближайшее время, есть какие-то акции, в которых могут принять участие магаданцы, прийти и проверить? Да, конечно. Акции проводятся у нас регулярно. Мы выезжаем в образовательные организации, мы в трудовые коллективы, и трудовые коллективы дают нам заявки, для того, чтобы провести у них акции. Поэтому мы приветствуем, обращение к нам мы всегда рассмотрим и приедем к вам со своей акцией. А вообще работа по тестированию, по выявлению ВИЧ-инфекции, она проводится же круглогодично. Каждый человек может прийти в Центр СПИД с паспортом или даже анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Тестирование на ВИЧ-инфекцию граждан Российской Федерации проводится бесплатно. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я уверена, мы с вами увидимся еще и поговорим о лучших результатах. Напомню, у нас в гостях была заместитель главного врача по медицинской части Магаданского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Алексеевна Дамерт. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открой новые возможности от Мир Антенн. Высокоскоростной интернет. Цифровое кабельное телевидение. Видеонаблюдение. И городская телефония. Мир Антенн. Все лучшее для людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok